всем привет с вами ваш переводчик асулхан и сегодня у нас одна из самых первых реакции тары саймон также хочу сказать что у нас есть телеграм-канал и сегодняшнего дня я буду публиковать там мои старые переводы в старом формате без меня на экране с роботизированным голосом то есть буду перезаливать все видео которые мне пришлось когда-то удалить но именно те которые я не могу публиковать на ю тубе поэтому заходим в telegram ссылка будет внизу и вспоминаем старые добрые видео ну а если вы новенькие то будете смотреть увидите как это как я делал переводы раньше всем приятного просмотра привет это тара и стара simon studios и для меня большая честь посмотреть с вами сегодня грешную страсть ну наконец-то я знаю что вы сильно этого хотели вы писали и просили об этом ведь он настолько феноменальный певец если честно я сомневаюсь что смогу критиковать его за что-то но я попробую попытаться объяснить вам как он это делает и как это все работает в его голосе он такой прекрасный чудесный талантливый артист и это просто волшебно это все равно что это словно мед для моих ушей слушать такого потрясающего артиста мы будем слушать грешную страсть о правительской студии ты Он сразу же создаёт такой момент на сцене, просто из ничего. Так сфокусирован. Изящная низкая нота. Только ты одна. Великолепный, прекрасный вокальный фрай. Дай мне, дай мне. Красота. Долгим огнём пылать в Англии мне наезде. Дай мне, дай мне. Ночью и днём сгорать в костре грешной страсти. Ночь замкнула ресницы. Это так превосходно. Это одновременно и дивный тон, и красивое дыхание. Он оставляет ровно столько места, сколько нужно для этих высоких нот. Меня известный в этот мир. Только ты одна. Красотень. Как прекрасно исполнено. Дай мне, дай мне. Долгим огнём пылать в Англии мне на стене. Дай мне, дай мне. Ночью и днём сгорать в костре грешной страсти. Посмотрите на его тело. А вот и началось. Контроль дыхания. Боже мой. Вот это да. Поразительно. Я аж не могу. Что это ты здесь сделал? Хорошо. Мы послушаем это ещё раз. Я думаю, то, что он сделал, это было переключением. Туда и обратно. Между грудным и головным регистрами. Очень-очень быстро. И он был совсем на краешке этих регистров. Переключаясь очень быстро. Туда-сюда. И это создаёт почти такое. Арабское звучание. Я вообще не понимаю, что это было. Да, так и есть. Я, конечно, не смогу сделать так же. Это ж с ума сойти. Но это и есть переключение между регистрами. Нереально сложная штука. Господь Бог. Уже можно было выкинуть микрофон и пойти спокойно домой. Даже гитаристы потеряны. Типа, что это было? Посмотрите на этот момент. Как будто мало того, что он идеальный вокалист, так он ещё и создаёт вот эти моменты на сцене для аудитории. Вот теперь он закончил. Посмотрите на них. Я не знаю, будет ли он ещё петь и что будет происходить дальше. на сердечный приступ. Хотя я ничегошеньки не понимаю. Димаш Кудайвергенов аплодисменты! Спасибо большое. С вашим позволения я бы хотел сказать пару слов и выразить огромную благодарность. Я ещё ни разу не слышал, как он разговаривает. Он благодарит группу. За то, что вдохновляете нашу молодёжь. И за то, что воспитываете правильное музыкальное направление. Счастья вам! Приезжайте в Казахстан! Мы вас любим очень! Димаш Кудайвергенов! Итак, я даже не знаю, что мне теперь делать. После того, как я услышала такое. Он просто нереальный. У него непостижимая вокальная техника. Его способность управлять своим вокальным диапазоном, способность расставлять ноты именно так, это не что иное, как совершенство. Я к тому, что для парня в особенности. Даже обучавшемуся классическому вокалу, такой контроль над своим вокальным диапазоном требует огромного количества практики. Долгие-долгие годы. И он настолько хорошо знает свой голос, что способен управлять им во всех регистрах. Он располагает свои ноты таким образом, что может расширить те места, где обычно могла быть пауза, и продолжать петь без разрывов. Там, где он смешивал эти высокие ноты, у него это был головной микс, когда он поднялся очень-очень высоко. Это не был фальцет. Фальцет в традиционном его понимании. Это было... А это был широкий звук. И при этом очень-очень мощный. И такой насыщенный. Обычно так не делают. В смысле, обычно люди не способны такое проделать. Но он настолько хорош. Он так хорошо знает, где должны быть гласные звуки в его регистрах, что он может расширить эти регистры настолько, что там, где обычно уже должен был произойти переход на фальцет, он продолжает петь смешанным голосом до самой высокой ноты. И это, возможно, звучит как белтинг. Для тех, кто не знает про регистры и переходы в регистрах, то он не особо разбирается в вокальных техниках. Они думают, «Боже мой, вот это белтинг!» Но это не так. Хотя у него присутствуют элементы белтинга внутри его смешанного голоса. Вот так можно получить эту уверенность, эту интенсивность на самых высоких нотах. При этом ему не нужно переключаться. Не нужно переключаться в свой оперный головной голос, который иногда звучит почти как женский. Он не переключается. Он остаётся посередине и растягивает свой голос настолько, что это в прямом смысле выше человеческих возможностей. Я просто пищу. Димаш, я твой большой фанат. Ты невероятен. Как я говорила, я ни разу не слышала, как он разговаривает. Я думала, у него будет такой высокий теноровый голос. Но у него, как оказалось, вполне нормальный, обычный мужской голос. И мне понравилось, как он поблагодарил музыкантов. За работу и отличный оркестр. Всем спасибо за внимание. Не забываем про наш телеграм-канал. Буквально сейчас я опубликую туда одну старенькую, интересную реакцию Тары. Всех обнял. Всех люблю. Пока. Субтитры подогнал «Симон»